Добрый вечер, дорогие товарищи, эти университеты рабочих корреспондентов. Но прежде о приятном, хотя и занятие приятное, полностью 65 лет по Михаилу Васильевичу, и мы его знаем как боевого борца за дело рабочего класса, театра рабочего коммунистического движения, крупного ученого и надежного товарища Михаил Васильевич. Разрешите поздравить Вас с Евгением и вручить вот такую книжку. Ух ты, спасибо. Так, тема сегодняшнего занятия – процесс труда и производства стоимости. С этой самой категорией, экономической категорией стоимости, мы снова возвращаемся. И связано это, во-первых, тем анализом либо причин, в результате которых реализм ВСР был разрушен. С теми дискуссиями, которые идут у нас сейчас в кругу единомышленников, в одном из занятий, мультируют по поводу, да, пикающих из него. Поэтому вот сегодня давайте попытаемся разобраться, еще раз обсудить, вот, так сказать, понять место стоимости в системе. Ну, прежде всего, прежде всего, надо отметить труда, где я хочу. Труд – это классическое определение труда, Марсом в капитале. Труд – это целесообразная деятельность, стоящая в обмене веществ между человеком и природой, в ходе которого, в ходе обмена, человек приспосабливает к издовлетворению своих. Ну, вот, если немного пообсуждать, проанализировать эту категорию, она получается наиболее таки абстрактная, она свойственная, в общем-то, всем этапам, всем ступеням развития человечества, всем общественно-экономическим форматам. Какое дело – понятие стоимости. Стоимость – это категория не вечная. Не вечная, и она свойственна только той форме производства. А давайте пробежимся. Берем первобытный общинный строй. Там такой категории не было. Возможно, скажем так, где-то на границе, на стыках между племенами, особенно в ходе обыдного общинного строя, возникал товарный обмен. Нельзя сказать, что, скажем, стоимость как категория товарного производства была господствующей. То же самое рабологический способ преодоления. Другое дело – капитализм. Ведь по своему определению капитализм и есть товарное производство. На той ступени развития, когда товаром становится и рабочая сила. Есть, можно еще такое определение встретить, что капитализм – это всеобщее товарное производство. Оно тоже правильное, хотя вот этот случай – это когда товарный производство становится всеобъемлющим, всеохватывающим, всеобщим, охватывает рабочую силу, рабочая сила становится. Тогда и стоимость, и категория товарного производства становится также определяющей. Для социализма, феалистичного, непосредственно общественного производства, который является, как вы все хорошо знаете, геометрально противоположным товарным производством, стоимости вроде как и нет места. Помним, вот Маркс писал в «Капитале», «Коин» – это социалист-утопист, полагает непосредственно общественный труд, форму производства, геометрально противоположные товары. Что же у нас получилось? Сначала в теории, затем в практике, в экономической, эту самую стоимость, констоимость. Я сейчас вспоминаю, в конце 70-х, начало 80-х годов, затем в стране, в ходе, когда я получил эти проблемы. Тогда была дискуссия между так называемыми «рыночниками» и «рыночниками». И вот тогда, значит, стало, многие сказали, такую рыночник, такие панварно-денежные отношения. Констоимость при социализме. Наиболее такое правое, наиболее резкое, русская, социалистическое товарное производство. Хотели убедить, что, говоря, социалистическое производство, которое является геометрально противоположным товарным, хотели предполагать наличие стоимости действия закона. Стоимости, мой закон, мой закон, как-то ли, этого производства. То есть, говоря об этом, о том, что предстоализме объективно нужны, необходимы товарно-денежные отношения, закон стоимости. Закон стоимости действий в предстоализме. Подоблем сначала в теории, а затем в практике. А в практике, если, скажем, до середины 2005 года, до известной реформы, показатели стоимости, затрат, то с 1965 года были допущены уже, как, датили, рыночные. Маловый объем, реализованные продукции и так далее. Тоже в полном ходе. Вот, из-за двеней этих истин, то закон стоимости и сама стоимость есть категория, основополагающая категория товарного, а, соответственно, капиталистического производства, как стадии, ступеней развития товарного производства. Вот одна из причин сначала теоретических ошибок. Вот, так, я предлагаю проследить логику первой главы капитала Макса, скажем так, налогом по европам немножко, как, значит, Макс подходит к стоимости. То он начинает с чего? С элементарной клеточки капитализма. Товар. И господство капиталистического способа производства, точнее, капиталистического способа производства, характерно скопление товаров. А товар, его элементарная форма этого богатства, или, верно можно сказать, элементарная экономическая клеточка. Начиная с этой исходной категории, с товара, Парс анализирует его. Вот к выводу, что товар, с одной стороны, есть стоимость. Благодаря потребительная стоимость, а потребительная стоимость – это свойство товара, удовлетворять те или иные потребности человека. С другой стороны, любые товары, так как потребительные стоимости, товары несоразмерны. Возможно сравнить, потому что они удовлетворяют разные потребительные стоимости. Одно дело – это класса, удовлетворяет потребность человека в виде, другое дело – стол, совершенно иные потребности удовлетворяет и так далее. С другой стороны, все эти совершенно разные потребительные стоимости товары в серии обмена приравниваются друг к другу. И обнаруживается еще одно свойство или одна сторона товара – обменовая стоимость. И как обменовая стоимость товары, то есть совершенно разные товары в обмене, в процессе обмена, приравниваются друг к другу. Значит, в них есть нечто общее. И вот это общее, нечто общее, это абстрактный труд, то есть абстрактный труд воплощенной товаре, как затрата, скажем, общефизиологических, скажем, человека. Как сгустки этого абстрактного труда, товары – суть стоимости. Под след заменой стоимости, которая лежит на поверхности явлений, Маркс увидел стоимость экономических категорий туристического товарного производства. И процесс производства товара, поэтому, предстал как единство процесса и производства стоимости. Первая страница. Форма стоимости продукта труда есть самая абстрактная и в то же время наиболее общая форма буржуазного способа производства, который именно ею характеризуется как особенный тип общественного производства. Тем характеризуется исторически. Давайте подведем некоторые промежуточные итоги. Ну, во-первых, стоимость в данном понимании выступает как категория материального производства. Самое, я скажу, фундамент исторического материализма – это критерная роль, это самополагающая роль материального производства по отношению ко всем остальным. Поэтому, скажем, вот есть такое выражение, сейчас иногда встречается, создавать стоимость, да? Стоимость, и кто-то создает стоимость. Ну, а правильно, конечно, надо понимать, что даются материальные блага, созданные блага, которые имеют стоимость. В качестве конкретного труда почва создает материальные блага, а в качестве, так сказать, абстрактного труда поступает мерилом затрат человеческой рабочей силы на производство этих материальных. Вот это важный, скажем так, вывод, потому что, можно посмотреть, они в стоимости говорят все что угодно. Стоимость создается, по мнению, вставляющей части ученых, публицистей, сфере услуг, сфере научной деятельности. На бирже, в большинстве. Возвращаясь немного назад, значит, был, к сожалению, даже в большинстве зрения показатель, который отражает, действительно отражает стоимость и является отражением в сфере материальной производства национальный доход, как вновь созданная стоимость в обществе в течение года. Час этого национального дохода ни в одном статистическом сборнике вы не найдете. Он просто исчез. У него сейчас существует ВВП, твой внутренний продукт. Чем он отличается от национального дохода? И международных стандартов. А там, тем, что в этом ВВП и результаты материального производства, национальный доход, деятельность, скажем так, приделана сбоку, сфера услуг, финансовых в том числе и так далее. Вот я здесь в транспорте увидел один человек черт, конечно, не очень хорошо. Я краешком глаза посмотрел. Найду этот журнал «Эксперт», значит, в нем дан анализ. Возвращение отдельных видов структур, секторов экономики, как сейчас говорится, создания ВВП России в прошлом году. Так вот, на первом месте, даже для меня, как вроде как, по образованию было достаточно откровением, я хотя бы догадывался, ни промышленное производство, ни сельское хозяйство. На первом месте сектор экономики, который внес наибольший вклад в создание ВВП в России в прошлом году, он назывался «Операцией с недвижимостью». «Операцией с недвижимостью». То есть я так понимаю, если, скажем, вот вы купили квартиру, да, а вы продали квартиру, потом вы ее купили, не обязательно другие. То есть идет такой процесс, да, постоянно. А стоимость квартир-то большая, это миллионы, миллионы. Какой там докер-механизатор, перемещая материальные блага, действительно создавая, скажем так, производительным трудом создавать стоимость, сможет, скажем, по объемам превысить эти операции. На третьем месте... Советскую квартиру три раза перекупили. Это неважно сколько раз. Вот эти операции, которые не имеют никакого отношения к производительному труду, реальной стоимости, материальную производство, они вот по нынешней статистике принимают первое место по владу ВВП России. И где-то на третьем-четвертом месте, значит, проще финансовые услуги. Финансовые услуги. Между ними там промышленная производство попало. Второй вывод. Значит, я найду, проверю, вам точно доложу. Вяческий можно... Первое место вот это тоже. Дело здесь не в нефтегазе, либо промышленной производстве, либо хозяйственной производстве. Первый услуг. Из нее не вся. А именно... Так, второй вывод. Стоимость. Есть какой-то предмет, вещи. Это общественное отношение людей в материальном производстве. Это отношение людей по поводу вещей, прикрытой вечной оболочкой. То есть отношение, производственное отношение капитализма, парно-производство, они стоимость, она не лежит на поверхности. До нее нужно еще дойти, докопаться и выявить. В этом отношении, я всегда спрятал изречения Ленина, что нельзя вполне понять логики капитала, и особенно его первой главы, в самом первом приближении, создавать. Логику непонятную. Марс начинает с поверхности явления, как бы сферы бытия, а есть еще, кроме сферы бытия, сфера сущности. Сущность, она не лежит на поверхности, ее нельзя увидеть. Для нее нужно, в общем-то говоря, докопаться, выявить, точнее сказать. Потом в ходе анализа он выявил, что товары вот обмениваются. Это меновая стоимость. Она, в общем-то, видна. А вот замена и стоимость, то, что это стоимость. Я здесь зашел в интернет, немного все посмотрел, техники экономической теории. Большой список, ну, что в границах интернета было углавление. Конечно, они резко отличаются от полиэкономии, научного понимания, детализма. Они изучают и дают подробные изложения, они бывают на 600-800 страниц вот этой самой поверхности. Дальше, отношения спроса и предложения. Я не хочу сейчас обсуждать там правильно или неправильно. И изучая эту поверхность, экономических отношений тоже можно выявить всякого полезного и правильного. Но истины научные. Они вся справедливость надо отметить. Я обнаружил один интересный учебник экономической теории в Розаводском университете под редакцией заведующего кафедры Коколова Владимира. Второй. И в это время. Так. Третье. Третье. Стоимость. Это такое отношение, которое не просто является каменью. Капанцем. Это отношение, как и все отношения товарного производства, они покрыты, как пишет Марс, вечной оболочкой. На поверхности явлений производственные отношения, скажем, полетает производственные отношения между людьми по поводу вещей. Они выступают как отношения между вещами. И возникает вот особое явление, и Марсел получил название товарный фетишизм. Это такое явление, когда отношение людей к производству выступает как отношение к вещам. Вот. Идем дальше. Возвращаясь к началу, что в силу объективно присущих основе именно основного закона товарного производства, любое товарное производство рано или поздно превращается, криптализирует. Переходят на ту стадию, когда рабочая сила становится... В целом, если здесь являющаяся основной категорией, фундамент, которые потом развиваются и остальные, складывают здесь свою руку. Ну, понятно, рабочая сила особенность человека к руду. В условиях капиталистического товарного производства рабочая сила становится товаром. И поэтому она приобретает также стоимость. Но это стоимость рабочей силы, я бы, назвал специфическим явлением, отличным от стоимости любой другой вещи, любого другого товара. Напомню, что стоимость рабочей силы определяется рабочим временем, необходимым для воспроизводства и по семье. То есть, необходимым для воспроизводства этого товара. Товар рабочая сила, способность человека трудиться, рабочего. Речь идет о воспроизводстве в то время, поскольку рабочей силой является товаром, а товар, как мы уже говорили, имеет две стороны, стоимость и потребительную стоимость, рабочая сила также имеет потребительную стоимость. Опять-таки, специфическая потребительная стоимость. Представляет потребности тех, кто его покупает. А кто ее покупает? Кто покупает? Стоимость извлечь нечто большее, чем она стоит. Поэтому потребительная стоимость рабочей силы – это способность рабочей силы создавать стоимость большую, чем она сама имеет. Стоимость создавать прибавочные стоимости. В ходе развития товарного производства, которое перерастает в капиталистическое товарное производство, стоимость тоже получает развитие и будет прибавочной стоимости. Возвращаясь к стоимости рабочей силы, я здесь на досуге, поскольку у нас были большие, а всплывал вопрос соотношения заработной платы при социализме, взял расчет стоимости рабочей силы докера механизма. На сайте там расчет сделан, но здесь дело не идет не в абсолютных цифров, а в пропорции. Посчитал, какую долю занимают стоимости рабочей те жизненные блага, которые поступали при социализме к рабочему, или точнее за минимальную символическую, через общественные. Я сделал две вещи. Сначала просто посчитал, взял калькулятор арифметический, то я сюда включил. Понятное дело, это стоимость квартиры, которая давалась бесплатно. Затем финальные услуги, но я помню, у меня в голове 13 копеек было, через полную тысячу. Затем взял врачебные услуги, стоматологию, хотя здесь у меня возник вопрос, по вольному медицинскому страхованию. Обязательно оно есть, люди по обязательному медицинскому страхованию, скажем, нужно ее... Это не оплатывается. Сложные испытания, никогда не делают. Я обязательно страхованию, там перечень очень ограничен. Если взял дальше ВУЗ, есть ли школа, транспорт, который был механический. И вот я бы добавил сюда театры, музеи, которые идут, посещения, скажем. Театр, мы ринг для студентов, практически бесплатный. Эрмитаж. Я вышел на сумму 110 тысяч. При стоимости рабочей силы докера-механизатора, цена 2200. Сложный арифметический подсчет показывает, что поле половины на 50 стоимость тех услуг, которые бесплатны через общественные фонды. То же самое можно проиллюстрировать и другим примером. Иногда кто стал больше рабочий, при социализме, был он 102 года, скажем. К этому же надо добавить то, что вот эти вот 56 процентов, которые давались бесплатно. Я, как молодой специалист, стал в очередь. Был квартиру ровно через 7 лет. Это, я думаю, где-то, наверное, такой, ну, 5 дней. Если в городскую очередь у нас дали от 10 до 15 лет, бывает больше, то в организациях получали больше, и за 5, и за 3 года кто и сразу. Поэтому 7 лет – это нормальный, скажем, такой срок. Вот давайте произведем арифметический расчет. Что мы в двухкомнатной квартире? Я получил 5 миллионов рублей. Делим на 7 лет и на 12 месяцев. Сучаем сумму 59 с половиной тысячи. То есть 60 тысяч рублей. То есть сегодня рабочему, чтобы через 7 лет, если он задастся с целью, через 7 лет купить квартиру, ему нужно откладывать ежемесячно 50 тысяч рублей. Я опускаю инфляцию, которая увеличивает стоимость квартиры. Хотя это еще должно, так сказать, увеличить сумму, которую нужно откладывать. Но во всяком случае, вот добавьте к 18 тысячам, которые средняя заработная плата, и 60 тысяч, которые, по идее, должны сейчас вкладывать, чтобы через 7 лет купить. Так, значит, идем дальше. Процесс производства, процесс товарного производства, соответственно, капиталистического производства, я напоминаю, есть единство процесса труда и процесса создания стоимости. Поэтому на стадии капитализма это такое видоизменение. Конкретным трудом рабочий, это перенос стоимости средств производства на готовый продукт. Абстрактным трудом рабочий создает новую стоимость. Абстрактным трудом создает стоимость, эквивалентную стоимости рабочей силы. То есть мы имеем в виду процесс труда, как процесс потребления рабочей силы. Прибавочная стоимость, прибавочная стоимость, это результат, часть у капитала, превращенного в рабочую силу. Иначе говоря, можно вот так вот даже сказать. Производство стоимости, продолженной далее известного пункта, производство прибавочной стоимости. То есть рабочий, своим абстрактным трудом, сначала как бы создают эквивалент стоимости рабочей, затем, поскольку он работает больше, создают прибавочную стоимость. И эта прибавочная стоимость, опять-таки, не на основе никакого обмана, а на основе экономических законов капиталистического товарного производства, бывает, боятся капиталистов. Потому что на рынке встретились два равноправных товаровладельца. Один капиталист на руках имеет деньги, другой работает договор, и пошел процесс потребления рабочей силы тем, кто ее купил, капиталист. Возвращаясь к нынешним нашим делам, я напоминаю, что есть такая формула, стоимость товара, она включает три элемента. Стоимость потребленных средств производства, стоимость рабочей силы, латинская буква «В», бавочная стоимость. Вот, возвращаясь, скажем, к сегодняшним нашим нормальным условиям, даже развития капитализма, а ведь капитализм – это форма развития производства. Стоимость потребленных средств производства, иначе говоря, средства должны капиталистам направляться на приобретение, на возобновление потребленных средств производства. Стоимость рабочей силы – заработную плату. Бавочная стоимость по распоряжению капиталистов, он должен, частично, накопление, даже такие. Фонд накопления – это тот фонд, который идет на дальнейшее развитие операции, о которой сейчас говорят. Что же у нас происходит? То амортизация, я пока не свежий данный, было 60 триллионов на 1 января 2005. Капиталист на самом деле, он и эту часть денег отправляет не на амортизацию, а на значительную часть, а на какие-то иные цифры. Заработная плата, если стоимость, пожалуйста, рабочей силы докера, механизатора, для тковой цифры. Заработная плата сегодня. Бавочная стоимость, которая также, вряд ли, идет на накопление. Веже, скажем, это вообще он крупных наших, крупнейших, так скажем, покритиковал, покритиковал тех, кто купили раздробленные куски бывшей энергетической системы России. Теперь это называется объединенные генерирующие компании или территориальные генерирующие компании. Так вот, по инвестиционным программам, оказывается, деньги на них не направлялись, ничего не делали. Более того, в одной генерирующей компании нет даже планов вот этих самых инвестиционных программ. Потанин, который купил, я когда, 81,7 миллиарда рублей компанию, затем отпустил допомиссию акции, допомиссию акции, то есть выпустил бумажки. Получил за эти бумажки чистыми деньгами 81 миллиард 700 миллионов рублей. Что касается планов, там пытались оправдываться, потом уже, конечно, взяли, что планы-то есть, но планы передвинуты. Должны были на 2015 год, 2015 год и закрылись, дали и тому подобное. На самом деле, никакой модернизации. Вводим некоторые, я не касаюсь политических. Первое, стоимость, это категория материальная. Второе, стоимость, она присущая, она не вечная категория, а присущая определенной форме производства, а именно парному, или капиталистическим. Третье, стоимость, это отношение людей, прикрытое в техности. Чтение, она выступает в форме отношения. Третье, закон стоимости, основным законом капиталистическим. Все у меня часто и вопросы, почему. Во-первых, уточнение, что заработная плата, это и денежная врасликация, конечно. У Марса есть такое понятие, разный уровень. Входит понятие простой труд, сложный труд, простой труд и сложный труд. Сложный труд считает, как в возведенной степени, полномочий. Сложный труд, конечно, он квалификационный. Как это же учитывает, раз помножить. Ну, конечно, и зарплата хорошая там. Но нет. Пожалуйста, какие еще вопросы? Часто, это сам приходится слышать, что рабочие продают капиталисту труд, а не рабочую силу. Кого вы могли бы найти для подтверждения того, что он именно рабочую силу продает, а не труд? Хотя вроде на поверхности нередко труд продают. Из-за определения, ведь это способность труду. А? Дальше идет потребление рабочей силы. Потребление рабочей силы для капиталиста. Потому что это процесс. Процесс нельзя продавать. Давайте, да, мы с самого начала. Нельзя, это масло-масляное получается. Вот определение, что такое стоимость. А если мы называем, что продается труд. Масло-масляное, как бы, стоимость труда. Стоимость сама есть труд. А стоимости труда не бывает. Здесь даже вот логически так. Продолжение следует...